Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ новости в студии Виталий Волков. Основные темы выпуска. Вакцинация десногорцев от коронавируса набирает обороты. На сегодняшний день привилось от новой коронавирусной инфекции 2942 человека первой вакцины. К выниманию судоводителей инспектор ГИМС рассказал о новых правилах пользования маломерными судами. Все эти документы находятся на сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в открытом доступе. Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность всей системы здравоохранения. А самая большая нагрузка легла на поликлиники. Число новых случаев заражения коронавирусом постепенно сокращается. Не последнюю роль в этом сыграла всеобщая вакцинация населения от COVID-19. О том, как проходит вакцинация в Десногорске, рассказала заместитель начальника по промышленному здравоохранению МСЧ-135. На сегодняшний день привилось от новой коронавирусной инфекции 2942 человека первой вакциной и 2009 человек вторым компонентом. Вакцинацию мы осуществляем вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК. Каких-либо тяжелых осложнений или побочных реакций после вакцинации не выявлено. Максимум у пациентов повышается температура 37,5-38. Один-два дня слабость недомогания. Вакцинация идет широким фронтом. Все больше людей хотят сделать прививку. В связи с этим руководством поликлиники было принято решение открыть новый прививочный кабинет в инфекционном корпусе стационара на первом этаже. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в доброчебный кабинет поликлиники для взрослых под номером 106. В назначенный день прийти к врачу-терапевту. После осмотра пациента выносится согласие разрешения на проведение вакцинации. Прививочный кабинет работает с 8.00 до 15.30, с перерывом с 12.30 до 13.00. Более подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 76 сообщений о происшествиях. Из них 8 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 100 административных правонарушений, в том числе 87 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. С 1 января 2021 года вступили новые правила пользования маломерными судами. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проверили, как соблюдают законы владельцы водного транспорта на Десногорском водохранилище. В центре внимания наличие всех документов, жилетов и как себя ведут водители на воде. Подробности об изменениях в законодательстве узнала наша съемочная группа. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регулярно патрулируют водоемы региона. Они выявляют тех, кто нарушает правила использования маломерных судов и перевозки пассажиров. Владельцы катеров и лодок иногда пренебрегают законами. Они забывают, что движение по воде может оказаться не менее опасным, чем езда на автомобиле. В ходе таких проверок инспекторы предупреждают судоводителей о возможных последствиях несублюдения правил безопасности. Эти правила не сложнее, чем для автовладельцев. Эксплуатировать маломерное судно можно только после его регистрации. На нем должны быть регистрационные знаки, а у владельца документ, подтверждающий технический осмотр. Однако в новых правилах, принятых в начале этого года, есть ряд существенных изменений. Так, например, абсолютно все водные транспортные средства от 0 до 20 метров обязаны следовать правилам пользования маломерными судами. Даже те, которые не подлежат государственной регистрации. Также произошли изменения в документе, определяющем понятие и комплектацию маломерного судна в зависимости от районов плавания. Все эти документы находятся на сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области в открытом доступе. Если у судоводителей возникают какие-то вопросы, мы всегда их приглашаем. Город Смоленск, улица Шевченко, 95, телефон 31090. На все вопросы мы будем рады ответить в полном объёме. В ходе своих рейдов инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы и с любителями рыбной ловли. Раздают им памятки о правилах безопасности. Несмотря на непостоянную погоду, есть рыбаки, которые с азартом выходят на ледяные просторы, часто забывая об опасности, которую таит в себе весенний лёд. Ввиду погодных условий, подлёдная рыбалка у нас закончилась. Лёд на водоёмах уже небезопасен. На многих водоёмах, в том числе и здесь, мы видим, что льда уже нет. Сотрудники ГИМС призывают жителей Десногорска быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время рыбалки. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Теперь коротко о погоде. 23 марта в Десногорске будет переменная облачность, возможен небольшой снег. Температура днём около нуля, ночью до минус шести. На сегодня выпуск завершён. С вами был Виталий Волков. Увидимся.